Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Святаго Отца нашего, Иоанна Затаустова. Слово о девстве. Продолжение. Но не в этом только состоит их несчастье, и не тем только ограничится страдание, что они ничего не приобрели, но последуют другие, еще гораздо более тяжкие наказания. Огонь неугасающий, черни умирающие, тьма кромешная, скорбь, теснота. Посему нам нужны бесчисленные устангельские силы, чтобы мы могли создать Богу достойную благодарность за Его попечение о нас. Или лучше. И тогда это невозможно. Почему? Хотя старания действия у нас, у ритиков, одинаково, а может быть у них и гораздо больше, но плоть этих трудов не одинаков. Для них готовятся узы, слезы, скорби, вечные мучения, а для нас участь ангельская, блистательная, святильная и главнейшая из всех благ – общение с женихом. А чего же так? За одни и те же труды возмездие противоположное. От того, что они и литики избрали девство, чтобы поставить закон противный Богу. А мы это делаем, чтобы исполнить Его волю. Бог хочет, чтобы все люди воздерживались от брака по свидетельству того, через которого Христос говорит. «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я» – 1 Коринфянам 7.7, то есть в воздержании. «Но Спаситель, щадя нас и зная, что дух бодр, плод же немощно» – Матфея 26.41. «Не поставил этого дела в непременную заповедь, но предоставил избрание его нашим душам. Если бы это было повелением и законом, то исполняющего не получили бы награды, но услышали бы, потому что сделали, что должны были сделать» – Лука 17.10. «Равно как и преступившие не получили бы прощения, но подверглись бы наказанию, как нарушители закона. Теперь же, сказав, кто может вместить, да вместит» – Матфея 19.12. «Спаситель, с одной стороны, не осудил немогущих, а с другой, могущим, открыл великий чрезвычайный подвиг. Посему и Павел, шествуя по следам учителя, говорит, «Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет» – 1 Коринфянам 7.25. «Ни Макрион, ни Валентин, ни Манес не удерживались в пределах такой меренности, ибо в них говорил не Христос, щадящий овец своих и полагавший за них душу свою, но человека-убийца-отеца лжи. Посему они погубили и все поверивших им, здесь обременив их бесполезными и невыносимыми трудами, а там увлекший вместе с собой воготовленный для них огонь». «О, вы более несчастны, чем даже язычники, хотя язычников ожидают мучения, гиены, но они, по крайней мере, здесь пользуются удовольствием, вступая в брак и наслаждаясь богатством и другими житейскими приятностями. Вам же и здесь, и там предстоит терпеть мучения и скорби, и здесь добровольно, а там невольно. Язычникам за пост и детство награды никто не даст, и не принадлежит наказание, а вы подвергнетесь крайнему осуждению за то самое, что ожидали бесчисленных похвал, и вместе с другими услышите. «Идите от меня, проклятые в огонь, вечный, уготованный дьяволу и ангелам его» Матфея 25, 41. «За то, что вы постились, за то, что вы девствовали. Сами по себе пост и детство – ни добро, ни зло, но бывают тем или другим от намерений, упражняющихся в них. И для язычников такая добродетель бесплодна, потому что они удаляют от себя награду тем, что не по страху Божию преуспевают в ней. А вы, восставая против Бога и клевеща на Его создание, не только удаляете от себя награду, но даже будете за то наказаны. За догматы вы будете поставлены наряду с язычниками, потому что, подобно им, отвершие истинного Бога, вы вели многобожие. А по жизни они будут лучше вас. Их беда ограничивается тем, что они не получат никакого блага. Вам же предстоит, кроме того, терпеть еще и зло. Но им пришлось насладиться вместе в настоящей жизни, а вы лишили себя и того и другого. Получить мучение, воздаяние за труды и усилия, может ли какое-нибудь наказание быть тяжелее этого? Прелюбодей, любостяжатель, пользующийся чужим, обкрадывающим ближнего, имеет некоторое утешение, хотя маловажное, однако имеет в том, что они наказываются за здешние наслаждения. Но и сказать нельзя, какая скорбь постигнет того, кто добровольно принял нищету, дабы там обогатиться, и решился на подвиги девства, дабы там ликовать вместе с ангелами, и вдруг, сверх всякого ожидания, будет наказываться за то самое, за что надеялся получить бесчисленные блага. Я думаю, что совесть будет терзать его так же, как огонь, как он представит, что те, которые одинаково с ним трудились, пребывают со Христом, а он за то же самое, за что они наслаждаются неизреченными благами, терпит крайнее наказание. И хотя вел строгую жизнь, страдает даже более людей распутных и сладострастных. Продолжение следует.